здравствуйте дорогие друзья приветствую всех на канале развития дискуссов в краснодаре вот нас выдалась свободная минутка чтобы ответить на вопросы которые были заданы нашими подписчиками и зрителями вперед с конца июля по август здравствуйте меня зовут юрий отец дмитрия попросил сына отвечать на вопросы ваши мое мнение итак первый вопрос задавал подписчик мемориал пам 2658 здравствуйте не по теме я вот не так давно завел дискуссов и у меня проблема это их драки между собой я ко всему был готов но не к этому не знаю как эту проблему решить отсаживаю доминантов и появляются новые могли бы вы поднять и разобрать тему видео про разборки дискуссов завел в один аквариум четырех дискуссов по 7 сантиметров среди них вылез доминант который мочил всех никого никто не ел кроме него я отсадил его в отдельный аквариум и среди трех появился снова доминант когда оставил двоих история та же короче все сидят раздельно им хорошо если всех снова подсадить вместе то трое будут стрессовать один пировать их нужно много запустить чтобы конкуренции больше было перех мало как вообще быть если много держать не хочется или такие выбора нет и все дело в том что их четверо они 20 штук но как же их держит по четверо я видел где их 4 6 штук значит так во первых дискуссов и циклиды циклид это нормальное такое поведение то есть если они начинают драчки разборки значит у них со средой обитания все нормально что только делать или территории принципе можно за них только порадоваться но если начинают убивать по нашим наблюдениям недостаточно значит особей на этот литраж то есть необходимо наверное поднять количество рыб на данный объем то есть у них есть место есть территория которую они могут и в любом случае когда половое созревание происходит в любом случае будет какие-то драчки какие-то доминанты какие-то рецессивные ну это циклиды еще дискусс и еще как бы не такие суровые по отношению друг к другу как допустим скалярии и вообще убивают так что мое мнение увеличить количество рыб на единицу площади и то даже если у нас тут банка есть 20 звездных особей там по 400 литров везено 15 штук ну так по-разному если одна пара отбивается 12 штук лунгус стоят как бы не убивают их ну так имитируют имитируют нападение отделят территорию доминанта убираешь другой доминат появляется это нормальное определение циклид следующий вопрос создал пользователи и что угорские рудники добрый день а почему дискуссии не рестятся летом когда жарко осмос вода мягкая по h5 и 5 у нас не рестятся круглый год может быть количество особей небольшое там относительно одной пары эта пара попала в паузу какую-то то есть так говорит что не не рестятся не рестятся у нас все лето не рестятся при любой них то температура внутри постоянная 28-30 у взрослых 28-29 у малышей 29-30 температура постоянная усиленный нерест и с осени да как бы мы замечали что как только холодает на улице ну как-то не знаю сезонность какая-то ну а так летом если достаточное количество пар у нас не есть и не прекращаются постоянно идут просто много пар человека может который задает вопросы может одна пара дверь или температура повышается или что у нас такого не наблюдается наоборот как если да если дожди начинаются понижение давления даже активы активизации не из заметили как только дожди грозы там от октября еще больше не есть но в принципе и летом постоянно непрерывно идет не следующий вопрос евгений ствол здравствуйте подскажите пожалуйста содержание возможно в какой воде по жесткости какая у вас вода есть значит данная вода будет средой обитания ваших дискуссов если она питьевая то есть я не беру те варианты когда там у людей вода не питьевая и они ее привозят если в кране питьевая вода пригодная для питья людям люди пьют в данной местности значит это вода будет родная для ваших дискуссов не надо там специально для них готовить это воду жестче делать мягче делать это все ни к чему и последний вопрос макуина индастрия здравствуйте подскажите пожалуйста нужно ли кормить и чем пару отметавшую икру и затем когда возьмет малька на себя спасибо для того чтобы кормить пару и листовике должен быть биологический баланс то есть вода должна быть биологически насыщена бактериями чтобы эти бактерии поглощали значит ну чтобы нетрифицирующих бактерий было достаточно чтобы переработать продукты жизнедеятельности ну мы в то время когда они стоят на икле примерно трое суток до трех суток мы их не кормим была стабильная вода для того чтобы нитраты не поднялись и личинка не посыпалась а как только углубляется личинка мы начинаем подмены воды начинаем кормить то есть мы кормим также кусочки фарша по чуть-чуть понемножку у нас фильтрация хорошая фильтры уже берем и запущенные готовые из банок и последние два наверно года мы не проверяем свою воду там никогда на нитраты на аммиак со временем с приходом опыта уже как бы воду видим какая нужна и без всяких излишеств да мы кормим ну буквально там пять миллиметров кусочек одному кусочек другу есть такие пары которые вообще не едят тут они стоят уткнулись и там кинули не съели мы подсифонили не хотите и не надо не едят вплоть до расплыва малька даже когда малек 6 7 не едят а есть такие которые едят вообще всегда круглые круглые сутки не жигание кушать поэтому кормление зависит от биологического равновесия вашей воды если вода позволяет вас есть елистовики с биоячейками с большими приблизительно 15 литров наполнителя так мы там бросаем фарша сколько угодно сколько съедят так и бросаем то есть бактерий столько что они воду поддерживают в нормальном состоянии но повторюсь в момент когда они стоят на икре мы не кормим на этом дорогие друзья наше видео подошло к концу увидимся через неделю в обзоре по разводню а у кого остались какие-либо вопросы задавайте пишите комментариях всем спасибо за просмотр до новых встреч